Смотрите далее. Можно ли защититься от вездесущих магнитных бурь? Где искать клад и как не стать жертвой древнего проклятия? Каким образом продукты влияют на характер человека? Что-то сильно штормит сегодня. Вам так не кажется? И барометр почему-то спокоен. Но впечатление такое, что мы попали в самый настоящий шторм. Сдается мне эта сильная магнитная буря. Да, от этой напасти нет спасения ни на море, ни на суше. Только тот, кто знает природу этого явления, может смело смотреть в лицо магнитному шквалу. Да и то, если заручиться поддержкой потусторонних сил. Как же пережить магнитную бурю? Спокойствие, только спокойствие. Сейчас параллельный мир расставит все по своим местам. Буря мглою небо кроет вихри снежные крутя. Интересно, какие бы строчки написал великий поэт, посвятенных не обычной, а магнитной буре? А ведь с существованием этих невидимых глазу катаклизмов приходится считаться. Голова болит, сердце покалывает, ночью не заснуть, а днем никак не заставишь себя поработать. Знакомые симптомы? Трудно поверить, что во всем этом виновата солнце. Тот самый сверкающий шар, которому тысячи лет поклонялись наши предки. И как огня боялись солнечных затмений и появления пятен на солнечном диске. Ведь именно в эти дни жители древней земли охватывали тяжелые, ничем не объяснимые недуги. Ничем не объяснимые недомогания люди порой считали сглазом и порчей. И как могли пытались защититься от колдовского вмешательства. Носили амулеты, проводили ритуалы по изгнанию дьявола и даже сжигали ведьм на кострах. Только в конце 19 века французские астрономы доказали, что пятна на солнце – это мощные ядерные взрывы, так называемые вспышки. А чуть позже, в начале 20 века, российский физик Александр Чижевский обосновал влияние солнечных вспышек на человека. Тогда эту теорию назвали мистикой. Слишком уж все это было невероятно. То есть сочетание повышения солнечной активности с увеличением аварий, природных катаклизмов, смертей, преступлений. Итак, как же эти бури действуют? На солнце появляется темное пятно. Затем происходит вспышка. Поток электромагнитного излучения летит к Земле со скоростью больше километров в секунду. Через 3-4 дня он достигает нашей планеты. Магнитное поле Земли принимает на себя удар заряженных частиц. Это столкновение называется возмущенным геомагнитным фоном. Именно в эти дни жители Севера наблюдают необычное сияние на небе. Событие, которое с древности считается дурным знаком. А вот ученые этот зов предков объясняют воздействием на человека радиоволн низкой частоты, которые возникают в геомагнитном поле Земли от солнечной встряски. Электромагнитные волны полностью расстраивают биополе человека. Отсюда неадекватное поведение, галлюцинации и недомогание. Но больше других органов от магнитных бурь страдает сердце. В эти дни инфаркт миокарда, инсульт и гипертонический криз случаются наиболее часто. Чтобы обезопасить себя от этих болезней, в эти дни лучше пить травяные чаи. Ну а если в период магнитных бурь вы можете позволить себе отпуск, то лучше всего его будет провести в ванне. Да-да, не подумайте, что это шутка. Специалисты параллельного мира советуют вам погрузиться в ароматную ванну из смеси хвойных ароматов. Хвоя прекрасно снимает головную боль и к тому же успокаивает излишнее сердцебиение. В сочетании с магией воды она оградит вас от вредного воздействия солнечной энергии. А полумрак в ванной поможет настроиться на спокойный лад. Тем, кто не любит часами принимать ароматические ванны, в эти дни наши эксперты советуют воспользоваться специальным амулетом. Как это делает Семён Гордяков. Во время магнитных бурь он старается не снимать свой магический медный обруч. Мы берём медную проволоку размером с окружности вашей головы. Спаиваем концы оловом, и получается у нас вот такой круг медной проволоки. И вы знаете, когда мы эту медную проволоку одеваем на голову, то тем самым мы, я уже проверил на себе, предохраняем себя от вредных воздействий атмосферы. Свой магический обруч Семён Александрович сделал после того, как прочитал историю вековой давности, случившуюся с пожарным. У пожарного часто болела голова. Но как только он поднимался на вышку и вставал под медным колоколом, боль прекращалась. Изобретатель Гордяков решил, что пожарного донимали магнитные бури, а медь спасала его от этого пагубного воздействия. Для этой цели лучше всего подходят металлы с высокой электропроводимостью – медь и серебро. Причём воздействие магнитных бурь увеличивается в разы высоко над землёй и под землёй. Именно поэтому исследователи паранормальных явлений не советуют в эти дни летать на самолётах и воздержаться от поездок в метро. Так что хватит терпеть магнитные бури. Боритесь с ними всеми известными магическими способами. И вы сами будете управлять своей жизнью, а не идти на поводу солнечной активности.